В вере нашей есть много глубин, требующих знания и озарения. Посему вера предполагает учёбу, иногда учёбу трудную, тяжёлую и многолетнюю. Потом в вере есть много требований касательно чистоты и всякой святыни, поэтому вера требует аскетизма. И там, где нет учёбы и аскетизма, там вера тухнет и исчезает. Но ещё есть в вере очень много теплоты и простоты, которая связана с помощью Божьих людей. То, что знают простые Божьи люди. То, что может быть неизвестно даже надо богословом, а простым людям известно. Поэтому не повредит человеку высокообразованному веровать, что Николай Чудотворец помощник в путешествиях, а Ксения Блаженная в родах помощница, а Матрона во всём помогает, а Иоанн Воин помогает найти потерянное. А, допустим, там кто-то ещё, что-то ещё. Это всё часто обсмеивают интеллигентные люди и показывают на это, как предрассудки простых неграмотных людей. Но это не неграмотность. Это глубокое народное благочестие, которое знает за угодниками Божьими различные способы помощи людям. Очевидно, у тех, которые Богу угодили и вошли в вечный покой, у них тоже и свои послушания. И они тоже делают что-то особенное, как и каждый из нас в жизни обязан делать что-то особенное. Нельзя всем быть всем. Но нужно, чтобы пирожник делал пироги, а сапожник сапоги. И они друг другу нужны. Нельзя, повторяю, быть универсальным солдатом. Это не полезно никому из нас. Каждый из нас нуждается в друг друге. И имеет своё послушание, которое нужно делать хорошо. А вот святые, оказывается, тоже имеют свои послушания. Я только в виде преамбула вам скажу, что, поминая святого Иоанна Воина, есть прекрасный храм в Москве, посвященный его имени. Там сегодня престольный праздник. Хочу вам сказать, что лично моя небольшая жизнь и то, что я слышал, знал, читал и видел в других людях, подтверждает очень интересную вещь, что Иоанн помогает людям не только, как мы слышали в молитве, защищает от злых людей, беспомощных и обидимых, отмщает за неправедные обиды, заступается за всякого бедняка, за всякого нуждающегося в помощи верующего человека. Не всякий бедняк получит помощь, а верующий получит. Но он ещё и находит потерянное. Это удивительно. Настолько удивительно, что, допустим, человек может ехать на электричке, чтобы купить квартиру, например, и везёт с собой какие-то важнейшие документы в своей жизни, решающие вообще вопросы, может быть, всей судьбы его, связанные с жильём или женитьбой, и может, например, потерять их, допустим, в той же электричке. Или у него могут их украсть вместе с портфелем, со всем остальным. И настолько в таких отчаянных положениях, там, где интеллигент разобьёт свои пенсные об стенку, значит, там простые люди, они как раз и знают, что есть помощник в таких отчаянных обстоятельствах. Я видел лично, я могу сказать лично, что вот такую ситуацию примерно, вот такую, с документами в электричке, когда судьба вся ломается у человека, в одночасье он превращается в бомжа. Знаете, человек прибегает в храм в отчаянии и говорит, что, как, что делать? И просит молитвы Иоанну Войну, и священник служит молебеном, обычный священник, обычному человеку, призывают на помощь святого угодника, и настолько быстро приходит помощь, что вечером того же дня прибегает в слезах этот облагодетельствованный шалопай, который потерял свои документы, значит, ему принесли их, ему. Не то, что он где-то там нашёл, ему принесли их прямо, вот прямо вот в руки ему вручили. И таких случаев уже даже вот в своей небольшой жизни я видел несколько. Мне этого хватает, чтобы вам предложить в помощь ко всему этому сону помощников наших. Вот ещё и такого помощника, что вы докучали не только одному всегда, что мы докучаем молитвами святым. И правильно, и надо докучать. Сам Господь Иисус Христос сказал, в пример молитвы поставил некую бедную женщину-вдовицу, которая получила помощь из-за надоедливости. Так в Евангелии написано. Она надоела человеку, который мог ей помочь. Мог, но не хотел. Он был бессовестный, небогобоязненный, но властью облечённой. То есть власть была, совести не было. Такое часто бывает. И она приходила к нему и просила помощи. Он ей не хотел помогать, потому что нужна ему какая-то старуха, значит. А она приходила и просила. И надоело ему, и он помог ей. То есть надоедать. То есть нас учат Евангелие. Надоедать Богу. Ну а кому ещё надоедать? И святым тоже можно обращаться. В таких же случаях так не просто там пошептать что-нибудь такое, а вот с докучливостью такой, с упёртостью просить, значит. Этого об этом, этого об этом, этого об этом. И мне кажется, что не мешает самым глубоким знаниям, самая простая вера. Хранение среды и пятницы, любовь к тому, чтобы возжечь лампадку перед образом святого, любовь к тому, чтобы поклониться до земли этому образу и поставить перед ним свечу, любовь к тому, чтобы в праздник храмовый прийти, в тот храм, где праздник сегодня. Всё это не только не мешает настоящей, глубокой, образованной, светлой, такой широкой вере, а всё это, конечно, по-моему, только помогает. Когда соединяется в человеке простота народной веры с глубиной настоящих знаний. Когда есть глубина настоящих знаний и нету благочестия, то мы имеем какое-то подобие антихриста. Потому что человек образованный, но неблагоговейный, это кандидат в антихристы. А когда человек простодушный, верующий, но переплетающий веру с суевериями и не имеющий знания. Потому что вера предполагает знания. Обязательно. Это придумка была, злая придумка, что якобы вера знаниям мешает. Что вы? Вера требует знаний. Вера знаниями питается, вера знаний умножает. Вера радость даёт. А без радости какое знание может быть? Какой физик будет колупаться в своих предметах, со своими пробирками, если он не будет радоваться от этого, если научное познание не будет его веселить. Все, кто что-нибудь делает хорошо, не получают радость от этого. Без радости ничего хорошо не делается. Хозяйка печёт пирог, потому что любит это дело. Не просто любит, значит, и печь любит, а накормить людей любит, и гостей любит. Тогда всё вкусно. Кто не любит своё дело, тот делает дело своё плохо. Как бык жуёт фиалку без вкуса. С такими, с потухшими глазами. И таких людей очень много, которые, значит, никого не радуют, потому что занимаются не своим, может быть, делом, или своим, но как-то порастеряли первую любовь свою, и это перестало быть им интересным. Но это всего-навсего присказка. Сказка будет впереди. Сегодня мне хотелось бы, чтобы вы... Ну, мы с вами читаем каждый раз Евангелие. Сегодня мы читали очень интересную вещь из Евангелия от Матфея, а именно, ко Христу пришли собиратели подати на храм. А евреи были чрезвычайно скрупулёзны и ответственны в том, что касалось собирать на храм что-либо, вообще на Бога. На Бога. В разных формах. Потому что на Бога можно работать, например, помогая коллегам увечным, одиноким, больным, умирающим. На Бога можно работать, погребая странников. На Бога можно работать, убирая на кладбище чужие могилы. На Бога можно работать, удерживая женщин от аборта. И всякое доброе дело, совершаемое такое ради людей, ради вечной жизни, ради достоинства человеческой души, это работа на Бога. Но и денежная работа тоже на Бога. Евреи знали об этом, потому что у них в законе написано, что если ты первый урожай ячменя, например, снял, первый сноб в храм принеси. Все первое Богу. Значит, если ты стрижешь овец, первый пук шерсти отнеси в храм. Значит, если ты там собрал урожай вина, например, молока, или окатилась у тебя, значит, при плотном стаде, первого ягненочка чистенького, самого не хромого, не слепого в храм принеси. Они знали это. Это было им забито в голову прям навеки вечно. И так они до сих пор. Это у наших тоже есть такой людей, но не у всех и не всегда. И вот поэтому они собирали на храм, и не просто сидели в храме и ждали, когда кто на храм принесет. Хотя и это было. Мы помним же с вами из Евангелия, что Христос наблюдал однажды за церковной копилкой, хранилищем, куда люди метали свои пожертвования. И похвалил, как вы помните, бедную женщину, которая меньше всех бросила. Потому что она бросила не потому, что пожалела, она все вообще отдала. И хотя сумма была ничтожна, но это было все, что было. А это значит больше всего. У Бога своя калькуляция этих вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова